Приветствую товарищи! Улитки анонсировали новое голосование в War Thunder, которое касается изменений по дорожной карте. В нем нам предлагают проголосовать за или против новой механики за броневого воздействия для камбрных снарядов в игре. И давайте разберемся, стоит ли оно того. Первое, что нужно знать, и самое главное, это то, что голосование идет только за новое образование осколков при взведении снаряда внутри танка. Остальные изменения, которые улитки анонсировали, будут реализованы в любом случае, вне зависимости от вашего голосования. А именно, сохранение целостности головной части камбрника после пробития брони. И давайте с этого и начнем. Данная механика позволит сохранить головную часть снаряда после его подрыва внутри танка, что увеличит урон модулям и экипажу, скажем так, в глубине машины. Сейчас снаряд при взведении, по сути, пропадает, и осколки от его подрыва разлетаются во все стороны в форме сферы. А с сохранением головной части мы, по сути, получим дополнительные осколки большого размера, которые будут наносить больше урона по тем модулям, докуда снаряд раньше не дотягивался. Плюс, при пробитии внутренних модулей и перегородок, головная часть сможет образовывать дополнительные вторичные осколки. И если упростить, то когда вы будете стрелять, предположим, по немецкой танке из Т-55 камбрным снарядом и попадете ему по двигателю, шанс танкования танки значительно уменьшится, так как головная часть снаряда будет иметь возможность пролететь дальше, и после пробития двигателя повредит боевое отделение. Улитки также привели пару скриншотов, как изменится заброневое воздействие, где мы с вами видим, что с механикой сохранения головной части урон идет значительно лучше, так как осколки от снаряда теперь будут долетать и до двигателя. Забирая с собой в ангар часть экипажа. Для тех, кто не понял, на скриншоте вы видите выстрел из АСУ-57 по первому тигру. В целом, я считаю, что данная механика нам нужна, но повторюсь, ее вводят в любом случае, голосование на это не повлияет, и в этом моменте мы с вами подошли к самой механике, за которую вы и будете голосовать, а именно уточнение секторов разлета осколков. Сейчас в игре применяется упрощенная схема разлета в виде сферы, как я вам и сказал, и без сегментации на сектора. На скриншоте вы можете видеть, как это выглядит схематично. Улитки же предлагают вести более реалистичную сегментацию при подрыве камерника, что приведет к приличному уменьшению заброневого воздействия. На втором скриншоте видно, что поле разлета осколков станет меньше, при этом еще и снизится урон этих самых осколков по всем направлениям разлета. Ну и лучше всего это видно на скриншоте из анализа защищенности, где мы видим обстрел одного тигра по другому в командирскую башенку. Если сейчас вы можете чуть ли не ваншотнуть вражеский танк, то в случае ввода новой механики разлета, за которую идет голосование, урона почти не будет. А это означает значительный нерв камерных снарядов, который приведет к уменьшению эффективности огромного количества техники в игре. Так как из-за кривого баланса, который улитки даже походу и не собираются обсуждать и делать какие-либо изменения, например, введя вилку закидывания по БР плюс-минус 0.7, Техника при попадании вниз списка в данный момент имеет хоть какую-то минимальную эффективность как раз за счет упрощенной схемы разлета осколков, благодаря которой, например, Джамбо может наносить урон по командирским башенкам и лючкам, что приводит к неплохому заброневому воздействию. А если вы проголосуете за предложенные улитками нововведения, то такого больше не будет, и огромная часть техники просто перестанет адекватно играться, даже через пот и слезы, и станет бесполезной на все 100%. Поэтому я лично проголосовал против введения реалистичного разлета осколков. И на момент записи видео большая часть игроков голосует, к сожалению, за. Как я понял, это из-за того, что толком никто ни в чем не разобрался, как и в случае с возможным вводом всяких маск сетей и механики самоокапывания, о которых я тоже снимал видео и разбирал эти моменты. Это голосование показывает, что критического мышления у игроков не особо много, и многие просто не понимают, к чему может привести новая механика, за которую они, кстати говоря, и голосуют. И надеюсь, что я своим видео открыл глаза на нерв камерников. Повторяюсь, это нерв камерников, а не улучшение. Ведь больше реализма в игре не означает больше комфорта в геймплее. Всегда помните это. Поэтому и существуют игровые условности и упрощение некоторых моментов, чтобы играть было комфортно. Проголосовать вы, кстати говоря, можете еще до 20 августа. Если видео показалось вам полезным, поделитесь им со своими друзьями, и не забудьте поддержать лайком и подпиской на каналы. Также напоминаю, что из-за проблем с YouTube в России, я провожу стримы на своем канале Twitch и VK Play. На сам YouTube запускаю стримы только иногда. Поэтому подписывайтесь на мои другие площадки, чтобы быть на связи. Ролики также будут выкладываться на другие каналы, которые не лагают и доступны для всех. Все ссылки вы найдете в описании. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok